Женились, он утром ушел на работу, и до 7 часов я его жду. Да, такое случается. Но проходит время, девушка сама устраивается на работу. Если у нее есть ребенок, она занимается им. Дети адаптируются гораздо быстрее, через полгода, как правило, дети уже мамины учителя. Куда пойти, где посмотреть, что найти, как сказать так, как это перевести. Поэтому женщинам, которые уезжают с детьми, гораздо легче. Я, кстати, ценю в мужчинах, которые женятся на наших женщинах, уважение к нашим украинским традициям. То есть они пытаются это культивировать в семье. Дети, которые рождаются, как правило, говорят на двух языках. И предпочтение отдают русскому или украинскому, в зависимости от того, на каком языке говорит жена. Потому что английский, немецкий, французский в школе и так ребенок выучит. Дети растут образованными, ни в чем не ущемленные. То есть это большой плюс. А женщина, видя хорошее отношение к себе, к своему ребенку, к своим родителям, конечно же, проходит этот период адаптации именно внутри семейной. А шлюбная церемония, вот вы сказали, надавайте право традициям украинским. Где проходить, в Украине або за кордоном? Вы знаете, делают так. Расписываются официальный брак делают в стране жениха. А здесь для гостей устраивают шоу с ЗАГСом, со всем остальным. То есть практически гуляют дважды. Все зависит от того, в какую страну едете. Есть страны, где лучше оформить брак здесь, на Украине. Например, вы едете туда, как жена иностранца. Какие из Украины? Вот, например, в Штаты вы можете уехать очень быстро. В течение двух буквально месяцев оформляется виза жены. Вы можете быстро устроиться. То есть вы, уехав туда, ничем не будете отличаться от англичанки, канадки, любой другой, подданной любой другой страны. Вы едете туда с женой гражданина США. Приехав туда по визе невесты, на вас накладываются определенные ограничения, которые, может быть, не всем девушкам будут комфортны. Опять же, нужно консультироваться с юристом по стране, куда планируете выезжать, и уже решать наиболее выгодный именно для вас вариант. А что вот такие ограничения? Нельзя выезжать в какой-то период времени. Нельзя работать. Обязательно, не могу сказать, все зависит от страны. Обязательное посещение курсов. В Штатах, если вы собираетесь получать гражданство, вы ходите на курсы, учите всех президентов, Конституцию. Сдавайте экзамены по тем, что надо? Сдаете экзамены обязательно. Ну, я так понимаю, что это в протяжении года.